У нас с мужем разные жизненные ценности. Как нам взаимодействовать друг с другом? Такой актуальный вопрос, потому что в нем есть определенные трудности, конечно же. Здесь чувствуется и одиночество женщины, то, что не получает достаточно внимания, то, что близкий человек не разделяет ее интересов. Как бы здесь такая, знаете, целая история разворачивается за этим вопросом. И вообще, возможно ли это, если ценности в семье разные у мужа и у жены, взаимодействуют друг с другом? Но, знаете, ум часто накручивает что-то. Когда мы говорим разные жизненные ценности, это обобщение. Постарайтесь четко сформулировать, в каких ценностях у вас есть различия. Прямо список напишите. Ну, для своего ума. Вы прям выпишите. И наверняка есть ценности, в которых у вас есть что-то общее. Потому что, если бы вообще общего не было, вы бы не были вместе. И вот если различия, они в каких-то не самых важных ценностях, к примеру, а в каких-то важных ценностях у вас есть единство, смотрите, это нормальные отношения. Мы всегда чем-то будем отличаться друг от друга. Важно, чтобы не отличались в принципиальных вопросах. Вот. А принципиальное, самое принципиальное, это взаимное уважение и любовь. Даже если в расходе, в каких-то жизненных ориентирах, но если на уровне взаимоотношения у вас есть вот такие качества, такая энергия как бы между вами течет, дружба, любви, благодарности, то даже различия какие-то очень важные в каких-то сферах, они не будут играть существенную роль. Потому что вы взаимодействуете как личности, вы, у вас перекличка такая интересная идет на уровне каких-то самых фундаментальных ценностей. Поэтому, ну если уже так подытожить мой ответ на ваш вопрос, разберитесь, в каких ценностях у вас различия. Не обобщайте это. Четко выпишите. И поймите, в каких ценностях у вас есть единство. Вот тогда это сформирует какую-то понятную ситуацию и ваш ум не будет накручивать того, чего нет. Вы как бы увидите реальность. И исходя из этой реальности вы уже сможете принимать какие-то здравые решения.